Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Здравствуйте. В эфире программа Другой Мир. Её ведущая Татьяна Доля, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И в гостях у нас сегодня на лане Баскате практик Хоопонопона, гид по бессознательному, основатель школы Сталкеров 108, автор многих тренингов, семинаров и книг. Здравствуйте, Налане. Здравствуйте. Добро пожаловать. Очень приятно, что вы меня позвали на свою замечательную передачу. Я очень вам признательна. Я очень-очень люблю Хоопонопона. Не знаю, как вообще люди запомнят, не запомнят. Я долго учила, помню, когда я начала её практиковать. Это одна из таких самых нежных, самых мягких, самых открывающих в сердце практик, которые помогают разобраться в себе, в отношениях и в ситуациях вообще, которые нас окружают. Поэтому буду очень рада представить в эфире Налане, которая в Россию первая привезла эту практику, этот метод. И, в общем-то, нас сейчас с ним познакомит. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните 6-7-2-1-3-9-3-9. Налане, я бы хотела вас попросить рассказать эту историю, как вообще связанную с… как вообще возник этот метод. Там была очень интересная история с доктором, которая меня тогда очень впечатлила. Поэтому поделитесь ею, пожалуйста, в эфире. Да, спасибо большое. На самом деле история Хоупонопоно берёт своё начало далеко в древнем мире, потому что это древнее гавайское искусство решения проблем. Так его называют, по крайней мере, сами гавайцы. И в прежние времена, в древности Хоупонопоно совсем по-другому использовалось. Ну, то есть его практическая часть была намного более сложной, потому что для того, чтобы практиковать Хоупонопоно, проводить этот самый процесс очищения, нужно было собраться всему роду, поскольку Хоупонопоно — это способ удаления бессознательных родовых программ. И вот для того, чтобы эти родовые программы были удалены, это в древности, нужно было собраться всему роду в одном месте. Ну, поскольку тогда это, наверное, было проще, потому что все люди жили племенами, рядышком, близко друг к другу. И со временем, с эволюцией, с развитием человечества такая возможность, конечно, уже ушла. Люди стали расселяться, разъезжаться, и все эти родные фамилии и роды, они тоже стали разламываться, так сказать, географически. И потом Морна Наламаку Симеона, это наш мастер, основной мастер, вот она была медиумом, она была совершенно необычным человеком. В возрасте трёх лет её гавайцы, старейшины рода, её благословили на кахуну, то есть на хранительницу секретов сакральных. И вот она впоследствии, когда уже подросла, она услышала, приняла, ну, как вот это делают медиумы, что хоу-пону-пону может практиковать каждый сам. И для этого совсем не обязательно собираться всему роду, потому что сознание человека эволюционировало, род человеческий эволюционировал, вот, и она вот так услышала. Поэтому хоу-пону-пону начинается с Морны Наламаку Симеона, и она была учителем доктора Хьюлена, про которого вы вот сейчас упомянули. Да, да, да. Ну вот ту самую историю о докторе Хьюлене я бы хотела, чтобы вы рассказали. Да, конечно. Я была на семинарию доктора Хьюлена, я у него обучалась, и он рассказывал эту историю в зале. Ну, её, конечно, все знают уже, и в книгах она описана. Он её рассказал так, что он служил доктором, он профессиональный медик, врач, и он работал в Гавайской клинической больнице. И он узнал, что в этой больнице, в клинике, есть отделение для душевно больных преступников. Отдельное, закрытое, обособленное за решётками, за железными дверьми. Ну, в общем, там неприятная была совершенно атмосфера. А он работал в другом отделении, не в этом. Ну, и вот он узнал о том, что есть там такое отделение, и там люди, совершившие в состоянии аффекта очень серьёзные преступления, там убийства какие-то, близких поубивали, ну, в общем, жуть. И, а он уже в это время год практиковал к тому моменту хо-опоно-поно. Он был учеником морной на ломаку Семёны, и он попросил истории болезни этих людей. Ему принесли такую пачечку, он сел у себя в кабинете и стал заниматься, делать этот самый процесс хо-опоно-поно самим собой. То есть он буквально, вот цитирую его, то, что он нам рассказывал. Я брал историю болезни одного человека, читал, что он совершил, имя, фамилия, возраст, данные его, и что он совершил. И я очищал себя от той деструктивной памяти, которая во мне есть, которая, ну, понимает, что сделал этот человек. То есть память не как исторические события, а как способность воспринимать. То есть я понимаю, что такое, например, простите меня, но такую жуткую историю, да, зарубить кого-то топором в состоянии аффекта. И я, когда об этом думаю, у меня жуть такая идёт по телу, там мурашки бегают, просто кошмар какой-то поднимается во мне. И вот эта реакция эмоциональная, может быть, даже какая-то злость или страсть, или ярость, или ужас от того, что я об этом подумала. И вот эта эмоциональная реакция, её именно и удалял доктор Хьюлен с помощью хо-опоно-поно. Но делал он это самим собой. Через какое-то время в клинике появилась более удобная обстановка, потому что раньше персонал там вообще не задерживался больше месяца. Люди ходили, врачи и медсёстры, и санитары ходили по отделению, прижавшись спиной к стене, потому что страшно. Все боялись, да, да, да. Да, да, да. Ну вот через пару месяцев, значит, всё это исчезло, никто на них не набрасывался. Ещё через какое-то время уже этим пациентам разрешили встречаться с близкими, с семьёй. Ещё через какое-то время кого-то из них вообще стали выпускать за пределы самого отделения. А ещё через какое-то время это отделение вообще опустело, и его закрыли как невостребованное, потому что все пациенты в течение двух лет, на самом деле, были оттуда выписаны. И вот эта история, она стала кочевать по миру как… Знаете, вот бывают городские легенды. Да, да. Она действительно как легенда, потому что в это трудно поверить обычному человеку, что таким образом можно исцелить совершенно вообще, ну, так называемых, неизлечимых больных психически, да? Да. При том, что он их ни разу не видел, при том, что он ни с кем из них вообще даже не беседовал и ни до кого не дотрагивался. Это было абсолютно дистанционно. То есть он сидел у себя в кабинете, люди эти были внутри в другом вообще отделении. Вот это просто, конечно, фурор произвело. Ну, кто-то не поверил, кто-то просто махнул рукой, сказал, да это просто сказки какие-то. Но люди стали интересоваться. И сегодня, я очень рада, что сегодня в мире так много практиков хоупону-пону, людей, которые интересуются этим методом, людей, которые тянутся к хоупону-пону. Я каждый божий день получаю вопросы уже сколько лет. Я уже многими другими делами занимаюсь, да, у меня расширяется мой тоже кругозор. Но я всё ещё получаю вопросы по поводу хоупону-пону. И я очень этому рада, потому что мой мастер и наставник по хоупону-пону, ученица, прямая ученица доктора Хьюлена, Мабель Кац, она назвала хоупону-пону «Самый лёгкий способ». Ну вот я об этом и сказала вначале, потому что я много чего попробовала за свою жизнь, да. И он действительно, он самый не только лёгкий, он ещё и раскрывает, на мой взгляд, раскрывает сердечную чакру. Он, правда, очищает сердце. И поэтому его может практиковать любой человек, я думаю, начиная от детей и кончая пожилыми людьми. То есть это настолько доступный способ себя вообще как-то привести в порядок. Если ты, конечно, понимаешь, что, в общем-то, девиз хоупону-пону — это мир начинается с себя, они, и все проблемы, они внутри, они вовне, да. Поэтому, может быть, тогда мы уже и всё-таки расскажите, пожалуйста, что же это за метод всё-таки. Мы рассказали его историю, да. А в чём же заключается сам метод? Метод хоупону-пону — здесь нужно немножко небольшой такой экскурс, опять же, в историю. Древние гавайцы вообще считали, что причиной всех наших проблем являются так называемые акокорнс. Вот это гавайское слово, термин. Ну, если его на более современный язык перевести, то это будут бессознательные программы. Вот я показываю сюда, как будто здесь бессознательно. Друзья мои, пожалуйста, не включайте микрофоны, если можно. Так вот, эти бессознательные программы являются причиной наших проблем. И они передаются с ДНК. ДНК содержит помимо физической своей части ещё и информационную. И вот информационная и энергетическая часть, она как раз и позволяет кочевать всем этим древним программам наших предков, которых мы никогда и не узнаем уже, поскольку это там тысячи лет назад могло случиться, что-то с кем-то из предков. Программа кочевала, 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 я могла осесть в ком-то, знаете, вот из современника. Да. И человек может не понимать, что это я так реагирую вообще. Ну зачем? Я ведь понимаю здравым умом и ясной памятью своей, я понимаю, что это неправильно, так не надо. Но он ничего не может с собой сделать. Он даёт эту реакцию. И это не обязательно реакция какая-то агрессивная. Это может быть реакция апатии, вялости. Это может быть реакция убежать, знаете. Это может быть реакция как программа самоуничтожения, например, самосабота. Полно этих программ родовых, которые, да. И, в общем-то, в этом и плюс этого метода, что там не надо ковыряться в этих прошлых жизнях, самим участвовать, да. То есть это, на мой взгляд, это вот в этом плюс огромный, что оно чистится, в общем-то, без твоего участия в этом такого эмоционального. Да, совершенно верно. Но здесь есть наша работа, понимаете? Конечно, конечно. У Понапону есть так называемые инструменты очищения. Это вот те самые инструменты, которые помогают нам очиститься от тех самых родовых программ, ну, неугодных нам, которые препятствуют нашей спокойной, счастливой, размеренной жизни. Потому что все эти программы являются, ну, собственно говоря, причиной этих проблем. И смысл в том, чтобы научиться использовать эти инструменты правильно. Ну, вот у нас много инструментов в жизни. Например, автомобиль. Он же не поедет без человека. Если человек в него не сядет и не нажмёт на… Ключом его не заведёт, он как бы машиной не поедет, правильно? Или другой инструмент гитара, допустим. Она же не заиграет сама по себе. Или если взять инструмент… Да ложечку, вот ложку взять. Она же сама не зачерпнёт борщика и не окажется у нас во рту. Мы что-то для этого делаем, чтобы эти инструменты имели эффект, то есть работали. И вот здесь точно так же. Для того, чтобы был эффект от инструментов, надо, чтобы они были верно применены, использованы. И их великое множество, как говорится, на вкус и цвет. На каждую отдельно взятую ситуацию можно… Любой человек может даже свой собственный инструмент получить. Но тут надо, правда, небольшую подготовку иметь, чтобы воспринимать, отличать инструмент от игр разума. Но используя правильные инструменты, можно, как вы сами сказали сейчас, вообще без напряжения, без усилий, без каких-то надрывов справиться с любой жизненной сложностью. Как? Вас это интересует? Ну, конечно, мы для этого и пригласили вас сюда, в эфир, чтобы вы рассказали тем людям, кто с этой методикой не знаком. Безусловно, это интересно. Да, спасибо большое. Все программы у нас хранятся в бессознательном, конкретно в подсознании. Это я сейчас говорю о канонах Хоу Бону Бону. Но, собственно говоря, современная психология тоже так же считает. И эти самые программы находятся в подсознании. Подсознание по-гавайски в Хоу Бону Бону называется очень красивым таким нежным словом «унихипили». Унихипили — это внутреннее дитя. В Хоу Бону Бону есть внутренняя семья, понятие внутренней семьи. И сюда входит как отец внутренний, так и внутренняя мать, и внутреннее дитя. И внутреннее дитя — это самое, ну, наверное, уязвимое и, с другой стороны, очень важная часть в нас. Потому что, когда мы даём какую-то импульсную реакцию или когда мы эмоционально задеты, неважно, в хорошем смысле, в плохом смысле, в общем, любая эмоциональная реакция — это работа нашего унихипили. Потому что унихипили — это наши эмоции, наша интуиция, зны — это физическое наше тело и все его функции. То есть за это всё отвечает внутреннее дитя. Или у нихипили, или, говоря современным языковым подсознанием. То есть это всё автоматически в нас выстроено. Например, мы не отслеживаем то, как мы дышим, или как работает наше сердце, или мы не отдаём себе отчёт в том, как такие, где ферменты или полезные вещества, витамины, куда что попадает. Мы вообще не отдаём этого отчёта. Конечно. Оно всё происходит. Да, да. Это происходит автоматически в нас. Оно встроено. Настолько круто вообще все инсталлированы этим. И вот эту часть — физическое тело, здоровье, состояние, физическое самочувствие — за это отвечает внутреннее дитя. Или у нихипили. Наша эмоциональная часть — способность давать эмоции, чувствовать их, способность проживать какие-то жизненные ситуации — это тоже управляется внутренним дитём, ребёнком. Или у нихипили. Ну и все программы рода, все напичканы тоже в нём. Огромная ноша, в общем-то, если представить, что это ребёнок, то огромную ношу несёт на своих плечах. И сам ребёнок, наше подсознание, ну не способно, у него нет функции различать, что называется, хорошее от плохого. Как у Маяковского. Что такое хорошо, что такое плохо, у нихипили не умеет этого различать. И поэтому у нас, если мы ведомы своим эмоциональным состоянием, Бог знает, куда нас могут эмоции завести. Правда ведь? Если мы не обращаем внимания на сигналы нашего физического тела, ну тоже ничего хорошего с этого не будет. И вот здесь приходит на помощь внутренняя мать, ухани называют её, или сознание, интеллект. трезвый разум. Поэтому в хоу-пону-пону мне очень нравится, знаете что? Что там целостность. Там целостность человека, ещё она как побочный эффект. Да. Целость человека очень красиво воссоздаётся, соединяется. Каким образом? Внутренняя мать, то есть сознание, должно, должна мать или должно сознание быть на чеку и понимать, что происходит с моим внутренним ребёнком. Где он сейчас? Как он? Почему он тоскует? Или почему он напуган? Или почему? Что это за болезнь подкрылась? Подкрылась всё-таки ковид? Почему я его должна подцепить? Какие у меня есть для этого подоплёка? То есть внутренняя мать — это наш рассудок, это трезвость, это интеллект, это разум и это сознание. И вот когда мы делаем осознанный или сознательный, ясный, трезвый выбор в сторону пользы для своего здоровья, например, то наш унихипили постепенно привыкает к этому ритму, режиму. Здесь режимы, ритмы, всё. А если мы занимаемся попустительством, то, конечно, потом здоровье наше тоже напоминает себе всякими болячками. Унихипили не способны выбирать, что такое хорошо и что такое плохо, и это может делать только внутренняя мать. Поэтому в хоопону-пону мать и дитя всё время должны идти рука об руку вместе. Сознание и подсознание они должны быть соединены. Тогда мать может предостеречь. То есть сознание наше, оно активизируется, когда есть какая-то, знаете, есть такие отдалённые подоплёка на какую-то неприятную историю или неудачный исход чего-то, или, допустим, что-то со здоровьем. Ну, короче говоря, мы это понимаем, и мы заблаговременно себя защищаем от болезни, от какой-то неудачи, от чего-то, что неправильно. Плохая новость в том, что почти у всех людей, у большинства людей внутренняя мать и внутреннее дитя не дружат. Я не могу сказать, что у них нет связи. Некоторые практики так говорят, но я считаю, что связь есть, потому что это часть меня, я же из этого состою, как у меня может быть нет, не быть связи с чем-то, что внутри меня, правильно? Но контакт плохой. Вот я только хотела сказать, да, что связь-то, она и есть, безусловно, но очень многие говорят, что наша жизнь на самом деле управляет подсознание, безусловно, так и есть. И те программы, которые в нас когда-то в наших предков были забиты, ну я так утрированно буду говорить, да, они сами по себе работают, то есть мы не в состоянии вообще их контролировать. Это могут делать только те, хоть как-то частично, кто хоть как-то интересуется какими-то методами коррекции, методами, каким-то духовным развитием, безусловно. Да, да, всё правильно. И для этого нам нужно быть в открытом сознании, в работающем, ну то есть бдить, да, в бдительности нам нужно быть. Потому что когда мы на автопилоте, когда наше сознание где-то там в проблемах засело, да, или обдумывает, ой, как вот это, где вот это, что, ну в общем, вы понимаете, рутина такая. Вот когда это происходит, сознание не выполняет своей основной функции быть здесь и сейчас. Оно где-то блуждает либо в прошлом, либо в будущем. Да. Либо в страхах, либо в сожалении. Да, да, да. Это то, о чём сейчас все говорят, да, что нужно жить здесь и сейчас. Об этом говорят сейчас все, независимо от того, каким конфессиям они принадлежат, да, все уже это выучили. Только многие не умеют это делать, этому нужно учиться, потому что столько лет люди привыкли жить, и особенно поколение уже взрослое, я бы сказала, там поколение, может быть, наших родителей, конечно, они живут воспоминанием, как всё было хорошо и как сейчас не очень, да. Вот, поэтому это большая работа. Да, это большая работа, жить здесь и сейчас, на самом деле, учиться жить здесь и сейчас. Ну, мы сюда для этого и пришли, для того, чтобы исправить ошибки, ведь хоупонопоно переводится как «исправить ошибку» или «сделать всё правильно». Или я слышала перевод одной гавайки коренной, она перевела хоупонопоно, как «сделать хорошее лучшим». Вот этот перевод мне больше всего понравился. «Сделать хорошее лучшим». Мы сюда для этого пришли, на землю. Это наша текущая земная задача. Повседневно, каждый божий день в своей жизни, каждый шаг мы делаем выбор, мы принимаем решение, делать или не делать, быть или не быть, становиться или не становиться, идти или не идти. Ну, в общем, мы всё время делаем выбор, правильно же? Конечно. И этот выбор должен быть сделан не подсознанием, а сознанием. Потому что у подсознания другие функции. А вот у сознания функция делать трезвый выбор, то есть правильное решение и заботиться о внутреннем ребёнке. Внутренний ребёнок это не что-то вне нас. Вот иногда люди воспринимают у них и пили, как это что-то отстранённое от меня, что-то вот где-то снаружи бегает там. Это не так. Это часть меня, она внутри меня. И мне нужно для этого научиться себя слышать. Я это называю слышать себя ниже шеи, потому что выше шеи мы слышим свои мысли. Это тоже хорошо. Но мысли — это не всё, что мы есть. если научиться слышать себя ниже шеи, свою эмоционалку, какие-то подсказки тела. Знаете, физика бывает подсказывает, телеска. Очень много можно получить полезной информации и познать себя на таком уровне, на котором сознанием никогда не можно. Этому тоже надо учиться. Поэтому именно вот я и говорю, что целостность в Хоупунупону здесь очень красиво сочетается сознание с подсознанием. Они всегда должны быть вместе. Они друг друга дополняют. Там нет конкуренции. Там слияние. Ну, правда, есть ещё один член семьи — папа. Называется он Аумакуа. Чуть было не забыли папу. Ну, он, вы знаете, это такая часть нашей внутренней семьи, которая вообще за пределами постижимого находится. И если представить себе такое триединство, человек, который состоит из триединства, здесь тоже триединство, да, в гавайской практике, это сознание или внутренняя мать, подсознание или внутреннее дитя и сверхсознание или внутренний отец. Вот что такое внутренний отец или сознание или аумакуа по-гавайски. Аумакуа — это источник ответов на все вопросы, это выходы из любых ситуаций, это все как, что, зачем, откуда, почему, которые у меня есть в голове или где-то я там себя вопрошаю. Наланя, извините, мы должны прерваться на рекламную паузу и после рекламной паузы мы продолжим наш разговор. С начала курса психотерапии вы очень изменились. Да, я больше ничего не боюсь. Ни начальства, ни кризисов, ни комет, ничего. Ну вот, это результат моей терапии. Нет, просто я купил новый автомобиль. Покупай новый Hyundai Tucson со склада Scandi Motors со скидкой до 4500 евро и первый год платит только 99 евро в месяц. Больше на Scandi Motors LV. Ищешь надежную охрану без дополнительных расходов? Используй преимущество Koblenz Droshiba. Пять месяцев за полцены. Выезды включены в ежемесячную плату. Акция только до 3 декабря. Koblenz Droshiba. Звони 8444 День в день Час в час Минута в минуту Радио Болтком В эфире программа Другой мир. Мы продолжаем нашу беседу с Наланей Баскатти практиком хоу-поно-поно гавайской методики корректировки своего состояния внутреннего, наверное, можно так сказать. И продолжим наш разговор. Мы там не закончили мысль. Нету звука. Я остановилась на том, кто такой внутренний отец и Аумакуа. Так вот, это самая непостижимая, возвышенная, творческая часть каждого человека. В хоу-поно-поно её ещё ассоциируют с божественным вдохновением, потому что ответы, которые приходят из сверхсознания, это беспрецедентные. Ответы, которые я слышу из подсознания, это что-то, что со мной уже было, потому что в подсознании собираются, аккумулируются все мои жизненные ситуации как опыт. И я этот опыт преобразую, как-то понимаю что-то, и потом из этого опыта действую. это подсознание. А сверхсознание это непостижимая, это беспрецедентная история. То есть со мной такого никогда не было. И вот когда мы получаем ответы из сверхсознания, это и есть инсайты. Знаете, такое, не просто «Ой, я придумал!», а когда тебя прямо пробивает, «Вау!» Вот так вот тебя пробивает, и ты понимаешь, «Ого!» и мороз по коже, и даже может слёзы наворачиваться от умиления, от переполнения. Вот это и есть божественное вдохновение или действие внутреннего отца. Но давайте всё-таки подойдём уже к тому, как же всё-таки человек может практиковать хоу-поно-пона. В чём суть? Да, да, да. Простоты. Присоц. Так, у кого-то работает микрофон. Друзья, нужно отключить, пожалуйста, спасибо. Джо Виталий преподнёс эту практику как четыре фразы. Они работают, они так очень хорошо раскручены уже за 15, наверное, лет, как эта книга существует, может, чуть меньше. Но хоу-поно-поно гораздо больше, чем просто четыре фразы. Хотя, хотя вы можете сказать, когда у вас проблема, это ведь не проблема внутри вас, точнее, это не проблема снаружи, как вот ситуация какая-то жуткая, да, там проблема. Это в моём восприятии она жуткая. Это в моём восприятии она несправедливая. Это я так её воспринимаю. и чтобы её нейтрализовать, мне нужно, чтобы внутри этого не было. Для этого мы говорим, например, благодарю. Это иногда может показаться странным. Как? Мне сейчас плохо, у меня кошки на душе скребут. А я говорю, благодарю, это неуместно. Но в действительности хоу-поно-поно не работает на уровне сознания, оно работает на уровне бессознательного, то есть за пределами постижимого. И поэтому, когда мы начинаем говорить благодарю какой-то несправедливой, жёсткой, неприятной ситуации в своей жизни, мы говорим, только надо это искренне делать, друзья, неформально. Это благодарю, благодарю, как считалочка. Знаете, вот надо говорить искренне, надо ощутить эту благодарность за, может быть, за новый опыт, может быть, за собственный рост, потому что на ошибках мы растём, мы поднимаемся, мы понимаем, какой-то опыт постигаем. И когда мы говорим это с ощущением благодарности, наша вибрация, чистота поднимается. Вот это самое главное. Потому что, когда поднимается вибрация человека или его чистота, то он сам превращается в пространство очищения, как это было с доктором Хьюленом. Вот первая история. Да, да, да. То есть смысл в том, чтобы наладить внутри мир несмотря ни на что. и в этом помогают наши инструменты. Вот здесь, наверное, уместно поговорить о них. Если, кстати говоря, слово благодарю, это тоже инструмент, наверное, самый известный, самый популярный, его все знают. Благодарю и люблю тебя. Можно любой другой инструмент, который придёт вам на ум, можно, вот у меня есть мои инструменты, есть книжка электронная, она называется инструменты очищения, там на все случаи жизни есть инструменты. Но если вы выбираете какой-то инструмент, вы выбираете его не разумом, а вы, как будто я говорю, ниже шеи, вы где-то вот здесь на уровне сердца чувствуете, вот прям какой импульс, вас как будто магнитом притянет к этому инструменту, и вы даже не задумываясь ещё не успело ваше сознание отреагировать, а у вас откуда-то уже выплыло печать творения, печать творения. 108. 108. Это инструменты, да, или ромашка, ромашка. И вот вы вместо того, чтобы думать о проблеме, мысли какие-то, вот за что так со мной, почему опять я, когда это закончится, какие-то мысли негативные, вместо этого мы разворачиваем инструментом взгляд своего сознания на, собственно, этот инструмент. Мы, например, говорим, летите, голуби летите. Это инструмент опускания. Или, например, говорим, ромашка. Это инструмент обнуления. Или, например, говорим, 108. Это инструмент, который нас всегда держит в связи с Творцом. Или любой другой. Благодарю, самый известный инструмент хопонопоно, позволяет нам поднять наши частоты и вибрации, как любой другой инструмент. Они все это делают. Но их так много, потому что людей много, люди разные, и у каждого свой вкус. Но те фразы, которые рекомендуется повторять или произносить, я бы сказала так правильно, они есть какие-то конкретные фразы? Или это все равно, что идет из сердца, вот мы повторяем? Да, я вот как раз и говорю, что есть устоявшиеся инструменты, то есть те, которые принес доктор Хьюлен. Да. А некоторые мы знаем от Морны, но от Морны мы знаем молитвы. У нее есть молитвы на начало, например, на конец дня, есть другие, очень много разных молитв, на разные случаи жизни есть. А есть инструменты доктора Хьюлена, и он их тоже услышал, потому что он тоже необычный человек. Есть инструменты на Лане Баскате, которая тоже их услышала, и которыми пользуются ну сотни людей. Я знаю, люди пишут о том, как они работают. Главное, чтобы вы, не важно кто, главное, чтобы вы выбрали свой, вот вы почувствовали, что это мой. Их очень много инструментов. Но самые-самые-самые популярные сегодня благодаря интернету и Джо Витали, это инструменты «Я люблю тебя, пожалуйста, прости меня, я сожалею, благодарю тебя». Четыре фразы так называемые. Из четырех фраз достаточно произносить «Благодарю и люблю». Вот вы если говорите, например, вы попали в неприятную ситуацию, что-то, что вот как вы не хотели, вот так произошло, и вы же не можете её исправить, но она уже случилась. Вы можете исправить то, как вы внутри её воспринимаете. А вам плохо не от этой ситуации, не вот от того, что она внешне вот так вот произошла, а от того, как вы внутри её оценили, как вам внутри, как ваш у них и пили, это отреагировало на это. Вот что причиняет там боль и всякого рода неприятности. Поэтому, когда нам удаётся вот эту самую реакцию внутреннюю нейтрализовать или в хоп-н-пон это называется очистить, очистить, с помощью «благодарю» или с помощью инструмента «печать творения» или с помощью инструмента «ромашка», кому что откликается. Мы каждый раз поднимаем чуть-чуть свои вибрации, когда вместо проблемы прокручиваем в своём сознании этот инструмент. У нас происходит замена, понимаете, да? Это очень важный момент. Люди думают, что «ой, вот инструмент он сам что-то чистит, а мне ничего не надо делать». Поэтому люди пишут… Должны быть какие-то волшебные слова, но на самом деле те слова, которые предложил Джо Витали, они действительно волшебные. В каждой фразе из этих произнесённых вами четырёх фраз, они на самом деле глубокие, это магические фразы, не просто так он, вероятно, их выбрал, да? И если мы их произносим действительно из сердца, они и правда невероятно очищающие. Да, совершенно верно, абсолютно, именно так. У Мобель Кац есть свой инструмент, флёрдый лист тоже, его весь мир знает уже. Да. То есть, если говорить про инструмент, то ещё раз, друзья, очень важно, чтобы это было правильно воспринято сейчас, понято. Сам по себе инструмент не решает никаких проблем. Проблема нейтрализуется за счёт того, что я перестаю думать о ней. Переключается, да, да. Да, да, я перестаю в мыслях гонять историю негативную и я переключаю своё сознание на инструмент. Я говорю благодарю, 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 вместо ой, за что мне это, почему так? Благодарю, благодарю, благодарю. Всё. И поэтому, когда люди начинают писать мне на лане, дайте мне инструмент от такой-то болезни, от вот этого, какой инструмент здесь, вот в этой ситуации, я с мужем поссорилась, у меня деньги в кредитах, то, какой инструмент. Люди, они все работают одинаково. Перестаньте думать о проблеме и начните проговаривать инструменты, замените. Ну, давайте я скажу так немножко, немножко, наверное, резко, обхитрите своё сознание, обхитрите подсознание, обхитрите ребёнка, малыша. Когда ребёнок стоит вот в магазине и плачет, мороженое хочет, а у него, например, простуда. Мороженое, хочу мороженое, мама что, будет его бить, ругать? Нет, мама должна отвлечь его внимание. И мама его, ой, посмотри, какая куколка или мишка какой, или самолётик. Мама, отвлекая внимание, она как бы переключает сознание ребёнка на то, от того, что ему вредит. Здесь точно так же. Ну, у нас осталось ещё не так много времени. может быть, поделитесь своими инструментами для наших слушателей или ещё такой вопрос, который мне бы хотелось успеть вам задать. Вот, может быть, какие-то самые вам наиболее запоминающиеся случаи исцеления в вашей практике. Неважно, какого исцеления, да, просто то, что для вас осталось в памяти больше всего. очень забавно, что самое такое, вот то, что мне сейчас первое пришло на ум, это как раз была история, как я получила первый инструмент. Он ко мне пришёл совершенно фантастическим образом. У меня должно было состояться первое онлайн-событие. Это было, господи, наверное, в 2010 году, лет 10 назад. До того времени я работала только живьём в залах. Я ездила по всему миру, проводила тренинги живьём, вот так, видя людей от сердца к сердцу, а тут онлайн. И я понимала, что это вот как-то современно, это уже людям удобно, сидишь у себя на диване и проходишь любой семинар. Но мне настолько не хватало живых глаз. И вы знаете, вот от этих мыслей за три дня до эфира, на который записалось около 160 человек, ну, чуть больше, 163, у меня случился жуткий бронхит с двухсторонним астматическим компонентом. И я не просто говорить, я дышать не могла. У меня через три дня эфир, там огромное количество людей. Я помню, что тема была про долги. И я думаю, господи, что ж это такое-то? И вот я стою, наливаю себе чаю, и вдруг мне приходит, а я когда в контакте с водой, у меня что-то, что-то начинает происходить, неуправляемое, что-то вот, не знаю, запредельное. И я вдруг слышу редиска. Вот ни с того, ни сего мысль пронзает, знаете, и причём она пронзает, именно пронзает, потому что я вот так сделала. Меня как током шандарахнуло. Я думаю, что за редиска? Я так посмеялась про себя, думаю, редиска. Ну, забавно звучит, конечно. Очень-очень, на самом деле. Ну, что вы думаете? Ну, потом с письма я успокоилась, потому что мы все обучаемся тому, чтобы спись свою немного утихомиривать. И я стала редискать. То есть я минут сорок подряд редиска, 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 редиска. Мысленно. Мысленно говорила, вместо того, что ой, как больно горло, как трудно дышать, как я буду работать. Там люди ждут, от меня стыдно. Это, в общем, первое мое онлайн-событие. Бла-бла-бла. И я вот вместо всех этих дурных мыслей я стала редискать. То есть говорить слово редиска про себя. Мысленно. Редиска, 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 редиска. Через сорок минут у меня прорезалось дыхание, и я зазвучала. А в день, когда я работала на вебинаре уже, никто из слушателей, включая меня саму, не понял, что у меня было простудное заболевание, причём с двухсторонним астматическим компонентом, бронхит. И я ни разу не кошельнула, у меня два с половиной часа эфир шёл. Ни разу. Ну, вы понимаете, как только я закончила эфир, всё, я откашлялась. А во время эфира даже в записи голос не слышно, что я вот, знаете, вот так вот, когда человек с гундосом разговаривает, когда нос закрыт. Да, да. Даже этого не было. И вот так пришёл ко мне мой первый инструмент. Очень много случаев. Очень. Их тут надо отдельную передачу создавать, чтобы их описать. Есть очень серьёзные, когда прям практически с того света людей вернули, можно сказать. Очень серьёзные есть случаи. И инструменты работают всегда. Главное, правильно их использовать. Что значит правильно использовать? Три кита есть у Хоупа-Нупама. Три. Первый кит. Это стопроцентная ответственность. То есть я должна понимать, что всё, что я внутри ощущаю, вся динамика, которая внутри меня происходит, эмоции, мысли и так далее, это моё. Вот я только хотела сказать, это всё моё. Точно, правильно. Вы вот всё правильно говорите. Вы очень тонко всё прочувствовали. Это всё моё, я хозяин этому. А если я этому хозяин, то только я это смогу изменить и заменить. Это первое. Первый кит Хоупа-Нупона. Второй кит Хоупа-Нупона это доверие. И мы доверяем, не доверяться, убирать свою ответственность, а доверять, доверять пути своего развития, доверять какой-то диалектике, доверять Творцу, доверять чему-то, что у меня в пиатстве, да, у меня встречается, что мне через него надо всё-таки протиснуться как-то вот так вот, насквозь научиться. И это доверие моего пути развития. Ну и третий кит — это отпускание. Вот больше всего вопросов я получаю по поводу на лане, как правильно отпускать. Я скажу, русскоязычные люди очень хорошо понимают методом от противного, то есть как не надо делать. Так вот, чтобы отпустить, надо перестать держать. Всё очень просто на самом деле. А мы сдерживаем две вещи. мысли, думаем всё время плохом, о плохом, как зацикленной, знаете, вот фиксировали на этой мысли всё. И эмоции. Всё. Мысли и эмоции — это две вещи, на которых мы зацикливаемся. Если мы перестанем зацикливаться на какой-то негативной мысли и на негативном эмоциональном переживании, программа тут же улетит. Она хочет улететь. Её там ждут, чтобы трансмутировать. Это мы её держим своими мыслями и эмоциями. К сожалению, наше время подошло к концу. Буквально вот два слова, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? Вот просто от себя. Да, я бы хотела, чтобы каждый слушатель обрёл свою целостность. Целостность человек выглядит как свет, действует как сила и проявляется как любовь. Я вам желаю света, силы и любви. Я благодарю вас за беседу, Наланя. Очень рада, что нам удалось с вами встретиться хотя бы онлайн. Возможно, когда-нибудь встретимся вживую. Большое вам спасибо и всего вам хорошего. Спасибо большое. Всем тоже хорошего. И вам, Татьяна. Благодарю за приглашение. Удачи вам. Спасибо.